Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Я думаю, что всем моим радиослушателям интересно узнать, что же происходит в Израиле в связи с тем, что объявлены очередные перевыборы. То есть выборы только что прошли, и многие воспринимают это трагически, и я вижу в этом нечто трагическое. Вот давайте об этом, если можно. Да, действительно, приемник Вениамин Атанияу и его партия Ликуд не сумели сформировать правящую коалицию в течение шести недель, предусмотренных законом. Этот результат, который казался шесть недель назад просто немысливым, когда Ликуд, в общем, достаточно серьезно победил на всеобщих выборах, и было понятно, что у правого лагеря есть большинство. 9 апреля мы об этом говорили, и, в общем, до последнего момента мне казалось, что все-таки как-то это будет сложиться. Такого в Израиле еще действительно не было, и в свою защиту могу сказать, что не только я не верил, что это может вдруг произойти. Но в результате, как мы знаем, с 17 сентября израильские избиратели снова идут на выборы, избирательные участки, и снова будут вынуждены выбирать своих представителей в КНЕСЭД. Пока Натаниел остается исполняющим обязанности премьер-министра Израиля. Ответственным за вот этот вот политический хаос, впервые произошедший в Израиле, то есть 21-й КНЕСЭД практически продолжается, он будет, каденция 21-го КНЕСЭД продлится порядка трех месяцев. И такого в Израиле еще, конечно, не было. Ответственным за все это, это бывший министр обороны Эриктор Либерман, уроженец Молдовы, который возглавляет партию Исраэль-Бетейну, Израиль-наш-дом, созданную им 20 лет назад. Эта партия выиграла на последних выборах 5 мест в израильском КНЕСЭДе из 120. И, в общем, надо сказать, что фракция была достаточно нестужная, но ее размера было достаточно, и мы об этом говорили тоже, чтобы заблокировать формирование правительства Натаниэла. Без Либермана у Натаниэла было колецов 60 парламентариев, которой не хватало буквально одного голоса. Правых было 60, рабов и левых было 60, и вот был Либерман с его пятью голосами, которые могли пойти туда или сюда. Мы помним, что такая ситуация сложилась из-за того, что на последних выборах шла партия Фейглина, которая убеждала избирателей, что она проходит, это правая партия и тогда-сюда. В итоге эта партия пролетела, и мы видим, что количество проголосовавших за нее было достаточно небольшим. И пролетела партия Беннет и Шакет, другая правая партия. Таким образом, в общем и целом, из-за электорального барьера, который требовал хотя бы четыре мандата или больше, а иначе партия не проходила, семь мандатов справа просто были выброшены на помойку. Но, возвращаясь к нашему, так сказать, главному герою, надо сказать, что это не первое такое своего рода Радео Либерман. В ноябре прошлого года Либерман подал в отставку в знак протеста против того, что Натаниэл не хотел начать войну с режимом Хамаса в Газии. После того, как Хамас стал обстреливать Израиль ракетами и минами. И Либерман вывел свою фракцию, состоявшую тогда из шести человек. И хотя до выборов в Израиле, в общем, оставалось еще достаточно многое время, и у Натаниэл была тогда коалиция в 61 голос, он считал, что эта коалиция нестабильна. И в итоге мы, Израиль, прошел на досрочные выборы. То есть те выборы, которые были в апреле, это были досрочные выборы. Другими словами, когда в сентябре состоятся выборы уже в следующий КНЕС, 22-й, отказ Либермана работать с Натаниэл, в общем, приведет к тому, что Израиль остается без стабильного правительства. То есть правительство находится в состоянии переходного предвыборного периода уже 10 месяцев. В ходе нынешних переговоров, которые, как мы знаем, теперь завершились безрезультатно, Натаниэл предлагал Либерману больше, на что могла рассчитывать фракция такого незначительного, буквально в пять мандатах. Именно потому, что она была ключевой в данном случае. Натаниэл согласился с требованием Либермана вернуть ему пост министра обороны и дать ему особые полномочия с правом вето, как у премьер-министра. Ему также предлагали еще дополнительное Министерство интеграции, эмиграции и абсорбции. Это министерство, которое занимается приемом новых репатриантов. Но всего этого было недостаточно, и Либерман заявил, что он пойдет на свержение права правительства, если не будет принят так называемый закон о призыве, закон о призыве в армию ультра-адоксальных юношей, юношей из ультра-адоксального сектора. По историческим причинам, которые я сейчас не хочу начинать, потому что это уведет нас очень далеко в историю Израиля, подавляющее большинство ультра-адоксальных еврейских мужчин получает отсрочку от службы в армии. За последние два десятилетия, когда количество ультра-адоксальных евреев стало достаточно высоким процентом от населения всего Израиля, стал нарастать общественный протест по поводу неравенства распределения бремени, и он становится все громче, мол, типа, все должны служить в армии, они тоже должны служить. На самом деле, многие видят эту проблему гораздо проще, или гораздо чернобелее, чем она есть. В реальности порядка трети молодых людей из ультра-адоксальных семей уже служат. То есть 30% служат и там. И этот процент 30%, он ненамного отличается от процента где-то в 50-55-60% у светских. То есть разница не настолько большая, как ее представляют партии. Что же происходит? Дело в том, что эта проблема стала популистской темой для левых партий. Отчасти связано это было с тем, чтобы держать правое правительство в такой нестабильности хронической. Потому что, как бы, вот это вот постоянное муссирование темы засилья ультра-адоксальных, псевдо-засилья ультра-религиозных евреев, оно ограничивает возможности Ликуда создавать коалицию, как бы, и с левыми, и с ультра-адоксальными. Постоянно, как бы, когда Ликуд берет в коалицию ультра-адоксальные партии, то левые поднимают риск о том, что, мол, все, все пропало, скоро религиозные нас полностью подавят и все у нас отберут. И вот в 2013 году, когда Натаниал вновь оказался в такой же дилемме, он как раз хотел сформировать правительство без ультра-ортодоксов, лево-центрическими партиями. И левые тогда пошли в Носково с Либерманом для того, чтобы дестабилизировать коалицию. Фактически они стали шантажировать Натаниалу о том, что вот у них вместе с Либерманом есть большинство. Это было в 2013 году, напомню. Если он там не сделает то, не сделает это. Короче говоря, вынудили тогда Натаниал, и фактически это был тот же самый Либерман, который привел к этой ситуации, вынудили Натаниалу объявить о досрочных выборах. Это были досрочные выборы 2015 года. Партия Либермана изначально, как я уже говорил, это была партия, которая должна была представлять выходцев из Советского Союза, ну, постсоветского пространства. Которые эмигрировали, репатриировались в большинстве случаев после распада Советского Союза. И, в общем, эта демография как бы сокращающаяся. Почему? Потому что люди, которые здесь прожили большую часть своей жизни, они потихонечку все-таки переходят, их интересы передвигаются к другим израильским партиям, отражающим их, скажем, политические взгляды, какие-то другие отношения к религии, например. А за партию НДА, за партию Либермана голосует, так сказать, публика, которая как приехала из Советского Союза 30 лет назад, так, в общем, и осталась ментально в этом своем пространстве. Но эта публика, как мы понимаем, время идет, люди становятся старше и старше, и старше, и этих людей становится меньше. И поэтому, как бы стремясь диверсифицировать свою избирательную базу, Либерман решил использовать борьбу с ультра-ортодоксами, то есть вот эту популярную, раздутую левыми в свое время тему борьбы с религиозным засилием, в кавычках, как тему для того, чтобы расширить свою электоральную базу. И вот объявил о том, что этот законопроект в обязательном призыве должен пройти так, как хочет Либерман, или никакой коалиции не будет. Об этом шла речь на переговорах, которые, как вы знаете, завершились ничем. Явной причиной отказа достичь соглашения о коалиции с Натаньяо стало настойчивое требование Либерман о том, чтобы Натаньяо принял законопроект, тот законопроект, который был принят в Кнессете предыдущем, и который требовал от ультра-ортодоксальной общины ежегодного заполнения таких определенных квот призывников. Это очень напоминает, на самом деле, вот кто знает историю России, квоты кантонистов. Вся вообще эта история с призывом ультра-ортодоксов в армию это большая и печальная тема, в которой обе стороны не до конца правы, и обе стороны выглядят не очень красиво. Но так или иначе, попытка была разрешить с помощью такого закона. Все свело к тому, кто будет определять эти квоты. Каждый год армия будет говорить, значит, ультра-ортодоксальный сектор должен нам дать столько-то молодых людей. А кто определяет, кто говорит армии сколько? Казалось бы разумно, чтобы это была армия, чтобы армия говорила, вот нам в этом году нужно больше людей, а в следующем году, может, меньше, а после следующего, снова больше. Поэтому идея была у ультра-ортодоксов, что, мол, правительство каждый год решает, сколько, так сказать, ультра-ортодоксов отправлять в армию. Понятно, что в этом был немножко их лукавый, хитрый задел, мол, типа, если правительство решает, правительство будет зависеть от нас, так, глядишь, может быть, эти квоты будут не всегда большими, а, может быть, совсем небольшими. Вот, Либерман сказал только, чтобы по закону. Вот закон решит, что в этом году столько, в следующем году столько, и вот так и будет. Сказать, что позиция Либермана более разумная, нельзя, потому что, на самом деле, армии не нужно. Мы не можем сейчас знать, сколько армии потребуется через пять лет призывников. И поэтому навязывать армии вот это лишнее, например, количество призывников, оно кажется не слишком разумным с точки зрения здравого смысла. Но это было такое вот инструментальное решение Либермана, инструментальное в том смысле, что с помощью него он не шел ни на какие уступки и говорил, либо так, либо не будет правительства. В общем, мы понимаем, что требования-то несущественные по сравнению с тем, к чему мы в итоге пришли. И поэтому возникает вопрос, для чего, собственно, Либерман хотел добиться того, чтобы не состоялось это соглашение, чтобы не была создана коалиция. Зачем он требовал, по сути дела, достаточно бессмысленную вещь, которую знал, что он не добьется. Он это делал, как мне кажется, потому что он действительно хотел свергнуть Натаньялу и таким образом заставить Израиль провести через три месяца еще одни выборы и пока что, так сказать, оставить нас без устойчивого правительства, которое могло бы пойти на серьезные изменения в израильской политике. Почему Либерман так зациклен на том, чтобы сбросить Натаньялу? Но если говорить коротко, то, на мой взгляд, речь идет о личной ненависти. Либерман ненавидит Натаньялу. Более длинное объяснение, если развернутое, состоит в том, что, в общем-то, эти отношения, они имеют долгую историю. Все это начиналось еще в 1996 году, когда Натаньял впервые стал премьер-министром, а Либерман был начальником его канцелярии. Потом вокруг Либермана стали раскручиваться какие-то уголовные расследования, и Либерман посчитал, что Натаньял недостаточно помог ему, и, по крайней мере, так, как он ожидал, Натаньял не помог ему, так сказать, выпутываться из этих расследований. Либерман подал в отставку, оставил Ликут и создал свою собственную партию, наш дом Израиля, Исраиль Бетейну, и с тех пор, надо полагать, что он затаил обиду Натаньяла, потому что, в общем, каждый раз, когда у него была возможность, он эту как бы месть осуществлял. Так, например, в 2006 году Эхуд Ольмерт, возглавлявший тогда партию Кадима, левую партию Кадима, был премьер-министром Израиля. И в июле 2006 года, напомню, Хизбалла, ливанские прокси Ирана, начали большую войну против Израиля. В общем, опять же, это отдельная большая тема, это произошло потому, что до этого за год был размежевание, и, кстати, Хамас получил в свои руки сектор газы, Хизбалла хотела показать, что она тоже умеет воевать с сианистским врагом. Они развернули большую войну против Израиля, и, в общем, в ходе этих шести недель войны Хизбалла наносила удары тысячами ракет по Израилю, многие попадали в центральном Израиле, миллионы израильтян должны были бежать с севера страны, в более глубокие районы, глубокие, в отношении Израиля, то есть на юг. Ольмерт тогда отреагировал на агрессию Хизбаллы, проведя одну из самых тяжелых военных операций в истории Израиля. У Ольмерта проблема в том, что у него не было четко оперативной цели, и, в общем, он отправлял в бой войска просто так. Более того, армия до этого два года готовилась к размежеванию, то есть к тому, чтобы вытаскивать поселенцев из домов в секторе газа еврейских и разрушать их дома. То есть армия была вообще не готова к войне с серьезным врагом, она занималась совершенно другими функциями, ее готовили к другому. И, в общем, все это было очень плохо организовано, и в итоге Израиль не победил Хизбаллу. Хизбалла восстановила свой полный контроль над Южным Ливаном, после войны, а более того, она выиграла парламентские выборы в Ливане, и с 2008 года начала, фактически поглотила страну, взяла ее под свой контроль. Как только война это закончилась, было достигнуто сокращение огня, солдаты и офицеры, вернувшиеся с войны, они были разъярены тем, что произошло, и, в общем, в обществе стало назревать требование отставки Ольмерта, отставки тогдашнего министра обороны, мира Переца, из партии труда, он тогда перешел в Акадиму, потом он обратно вернулся, в партию труда, и начальника армии тогдашней, и оппозиция к Ольмерту росла даже в правящей коалиции, и было неясно, как он сможет вообще оставаться на своем посту, в свете, так сказать, потрясающих неудач на войне. И Натаньял, тогда глава оппозиции, он, в общем-то, был уверен, что с минуты на минуту он станет возглавить страну. И в это время произошло нечто, что потрясло публику, когда Либерман, который до того был известен как лидер крайней правой партии, вся риторика, которая была, кстати, в том, что арабов нужно порвать на клочки, что мы должны у них все отобрать, мы самые сильные, самые крутые, ну, такая радикальная, резкая, лихая правая партия, и вот вдруг Либерман в 2006 году вместе со всей своей партией вошел в коалицию и таким образом укрепил правительство Ольмерта, которое продержалось еще два года, пока Ольмерт, обвиненный в уголовной коррупции, не ушел в отставку. А в январе 2009 года Натаньял сменил Ольмерта на посту премьер-министра. Либерман тогда стал министром странных дел его после этого заставили уйти в отставку, потому что вокруг него тоже продолжали, так сказать, обвинения в коррупции нарастать. В 2013 году он снова вернулся и вступил в сговор, вот то, о чем я вначале говорил, с лидерами левоцентристских групп, входящих в коалицию, для того, чтобы свергнуть Натаньял. Натаньял, в ответ, так сказать, как бы нанося превентивный удар, просто пошел на новые выборы. В 2015 году Либерман отказался войти в правительство Натаньял. Он вошел в правительство только на следующий год, добившись получения поста министра обороны, а в ноябре 2018 года, как мы помним, ушел и заставил Израиль пойти на досрочные выборы, которые были в апреле. То есть при этом на протяжении всей своей карьеры Либерман как бы постался строить себя как такого радикального националиста и популиста, и лихого правого. Его антиарабская риторика, так сказать, вызывала, с одной стороны такое вот воодушевление у соответствующей публики, тем более, так сказать, многие люди считали, что вот, да, такой настоящий мужик серьезный, который вот знает, как надо разобраться с арабами, правительство там, они там мямли такие. Вот. При этом, когда Либерман оказывался на своем посту, так сказать, на ком-то посту, где он что-то мог делать, он ничего не делал. То есть мы не говорим уже о том, что когда-то он обещал, если он станет министром обороны, говорил он то, я покончу с Хамасом за 48 часов. И публика ревела от восторга. Министром обороны он побывал, Хамас, так сказать, никуда не исчез. Более того, когда в течение шести лет его партия по сути дела контролировала Министерство общественной безопасности и полицию, то министр партии Либермана не сделал ничего, чтобы усилить правоохранительную деятельность, например, среди израильских арабов. То есть все, что нужно было на самом деле. Одна из главных проблем Израиля в отношениях с арабами, израильскими гражданами, в том, чтобы полиция зашла в эти деревни и города и навела там порядок. То есть по закону не нужно рвать их на куски, не нужно требовать от них большего, чем требует закон. Просто чтобы они соблюдали правила дорожного движения, чтобы не резали своих женщин в соответствии с законами чести, чтобы не разворовывали бюджеты выделяемые и так далее, и так далее, и так далее. То есть в принципе ничего такого не было сделано. Что же касается политики Либермана в отношении палестинских арабов, не граждан Израиля, которые отвергают право израильного существования, вообще было нереалистично ни в политическом, ни в военном отношении. Она состояла в том, что нужно сохранить Иудею и Самарию, что безусловно как бы разумный довод, но за это отдать как бы куски Галилеи с плотным арабским населением, как бы передать его в автономию. Если бы такой план был реализован, то границы Израиля были бы настолько стратегически нижеснеспособными, что просто... То есть это был абсолютно какой-то бред, который мог бы... который воспринимался хорошо исключительно вот публика, который действительно не смотрит на карту и не понимает, о чем идет речь. Вот эти его идеи об обмене населения с территорией. Вот. Понятно, что в принципе мы все согласны с тем, что Израиль мог бы делать больше для того, чтобы прижать террористический режим Хамаса в Газ. Но вопрос заключается, как мы уже говорили не раз в наших передачах, что делать, как бы как это сделать. Ведь если, так сказать, мы не заинтересованы или не готовы к восстановлению контроля над Газой, то просто вот нанести по Хамасу удар и дальше ничего. Это как бы... Это стоит... Будет стоить много жизни с нашей стороны, много жизни с той стороны и в итоге ни к чему не приведет. Это будет очень дипломатически, международная линия нам очень трудно будет отбиваться и финансово это будет очень дорого стоить. Поэтому стратегия Натаньяу нынешнего, стратегия Израиля фактически, заключается в том, чтобы удерживать Хамас постоянно в слабости, но одновременно настаивая на том, чтобы Египет, и в этом смысле Трамп нам очень помогает, держал границу и Хамас, держали открытую границу. Мы говорим, что там до 10 тысяч человек убегает из Газы в месяц. И хотелось бы, чтобы больше, но все-таки таким образом как бы Хамас держат сдержанным, сдерживают, народ оттуда бежит, и это, в общем, то, что меняет там демографию, меняет ситуацию. То есть такая не политика резких движений, громогласных, а аккуратная, мягкая политика, которая, в общем, должна привести нас к серьезному результату. И, по сути дела, когда Либерман был министром обороны, он это принял, потому что он был частью этой политики. А потом вдруг взбрыкнул и сказал, все, не хочу больше и свою правительство. Сейчас очень может быть, что он знал, что снова он попросит министра обороны. Он не мог не попросить министра обороны. Все же от него ждут, его избиратели ждут. При этом он понимал, что он станет министром обороны, сделать ничего другого не сможет. Никакое уничтожение Хамаса 48 часов на повестке дня не стоит, потому что это так же нереально, как его планы по обмену населением и территориями. И он понимал, что он утратит полностью доверие. Поэтому он искал новый спин. И с другой стороны, можно так или иначе предположить, что в общем вот эта его неготовность, он тянул время и не подписывал соглашение, понимая, что времени не остается. В итоге Натаньял останется без правительства. Дальше что произойдет по закону? Президент страны Ривлин может предложить любому депутату Кнессета попробовать сформировать правительство вместо Натаньяла. И таким образом как бы Либерман помог бы кому-нибудь из левых, например, попробовать собрать правительство из левых при поддержке арабов снаружи и расколоть ликудных левых. Вот Натаньял, понимая эти шаги, он переиграл ситуацию и, в общем, мы пошли на выбор. Вот. Как повлияет решение Либермана вынудить Израиль к новым выборам? Как оно повлияет на его политическое будущее? Сказать трудно. В принципе, есть сегодня в Израиле, так сказать, между правым и левым лагерями значительная группа избирателей, которая мотивирует исключительно своей ненавистью к Натаньялу. И в апреле они голосовали за Белоголубых, за Ганса и Лапида, главную оппозиционную партию. И очень может быть, что сейчас часть их голосов перейдет к Либермане. И вместе с несколькими голосами русскоговорящих евреев, русскоговорящих израильтян он снова пройдет, он пройдет через четырехмандатный порог и снова пройдет в Книс. В принципе, конечно, вот этот вот его демарш, он вызывает у многих людей и отторжение. Поэтому может случиться ситуация, что, кстати, многие из тех, кто его поддерживал раньше, наоборот, не станут его поддерживать сейчас, поскольку возмущены вот таким вот наглым фактически изнасилованием израильской политической системы. И более того, теперь его партия уже не может считаться правой партией, потому что его поведение четко показало, что это не партия правая и не партия левая, это партия Либермана, которая действует исключительно в его интересах, в его личных интересах. Но выживет ли Либерман, кстати, на этих вторых выборах, на самом деле, это вопрос второстепенный, потому что из-за того, что он сделал, Израиль сейчас теряет драгоценное время на работу с дружной администрацией Трампа, поскольку ожидается, вот мы уже понимаем, что в следующие шесть месяцев должны были быть, в общем-то, администрации Трампа как бы посвящены обеспечению долгосрочных интересов Израиля, в том числе в Удей и Самарии, и подрыву способности Ирана создать ядерное оружие. А потом внимание Трампа будет приключено на собственные выборы, как бы ничего не поделаешь. Американские выборы будут важнее Трампу, чем Ближневосточные проблемы. И теперь из-за действий Либермана мы эти шесть месяцев в общем-то наполовину по крайней мере теряем, потому что нестабильное правительство ничего делать, ничего решать серьезного мы не можем. Кроме того, вот этот вот кульбит Либермана, он мешает правительству правому провести еще очень важный юридический реформ. Ведь апрельские выборы, по сути дела, прошли у нас под эгидой того, что, так сказать, необходимо восстановить систему сдержек противовесов между судебной системой и исполнительной властью. То есть изменить ситуацию, при которой Верховный суд просто взорвался и начал подменять с собой все избранные органы. Он сам может решать, какие законы отменять, какие не отменять. И КНЕС ничего сделать не может. По сути дела, для того, чтобы вернуть систему сдержек противовесов, чтобы было действительно разделение властей. Есть парламент, есть Верховный суд, и они как-то между собой конфликтуют, но все-таки не так, что один всегда сильнее другого. Так вот, все, что нужно сделать, и мы об этом говорили тоже, есть такая поправка к закону, которая говорит, грубо говоря, если парламент принял закон, Верховный суд, этот закон, говорит, он не конституционный, мы его отменяем, то парламент может большинством этот закон все-таки сделать реальным, но на определенный срок, скажем, до следующего парламента. То есть в этом парламенте, при этом парламенте, если есть большинство, то даже если Верховный суд не согласен, закон работает. Придет следующий парламент, и там может ситуация измениться. Это разумно, потому что, если, скажем, КНЕС принимает какой-то действительно безумный закон, и Верховный суд совершенно справедливо пытается его остановить, то публика выбрала этих людей. Значит, публика хотела, чтобы эти люди приняли такие законы. Сменится ситуация, народ опомнится, скажем, поменяет свои взгляды, изменятся расклады в обществе, придет другой парламент, он может этот закон изменить, отменить и так далее. И это разумная ситуация. Второй момент, избрание судей. Сегодня в Израиле судьи избираются не так, как во всем западном мире, когда, в общем, судьи избирают либо напрямую, либо последовательно, в общем-то, избранные народом, людьми. В США, например, вообще президент их собирает, назначает судей. А в Израиле суди, по сути дела, избирают сами себя. И поэтому это как бы власть отдельная, которая противостоит парламенту, она еще и никак не подчиняется народу. Поэтому они могут вообще творить что угодно. Они могут отменить все законы Израиля, придумать безумные законы, которые, так сказать, объявить себя царями Израиля, чтобы их купали в шампанском, носили на розовых слонах. И никто противостоять этому сегодня не может. Поэтому такие вещи нужно было менять. И была надежда, что сейчас новое правительство это все изменит. На самом деле, вместо того, чтобы изменить систему избрания судей и ввести этот поправ, позволяющий парламенту преодолевать несогласие Верховного суда, теперь все это тоже откладывается на неизвестное время, поскольку теперь все будет занято выборами. Что касается самих результатов, этих предстоящих, конечно, мы будем еще говорить не раз, но вот пока что общая оценка, так заканчиваем уже наш разговор, общая ситуация видится не так. Эти выборы предстоящие, это большая опасность для продолжения власти правого лагеря. То есть, с одной стороны, нам казалось, что правый лагерь действительно победил сейчас, у него был большой запас, то есть, левых значительно меньше, чем правых, но Натаньяу, как и Трамп в Америке сейчас, он, это, кстати, пресса и вокруг, создано такое, вот как в Советском Союзе, слово еврей. Вроде бы было такое слово, а произносить его было неприлично. Как-то люди стеснялись говорить слово еврей в Советском Союзе, я говорю, в те времена еще. И вот так же Трамп сегодня, то есть сказать, вот я люблю Трампа, и мне нравится Трамп. В приличном обществе в Америке просто могут заклевать сразу или выгнать с работы. То же самое в Израиле складывает ситуация, когда, значит, просто люди в определенных общественных местах, так сказать, в определенных слоях общества боятся признаться в том, что им нравится политика Натаниэлла. Ну, очевидно, что она хорошая, но они боятся. И поэтому есть немало людей, скажем, слабо думающих, самостоятельно, которые, в общем, не готовы голосовать за Ликут. Потому что там Натаниэл, потому что он вор. Почему он вор? Доказали? Нет, не доказали. Но он вор, и вот как Трамп, он же тоже вор у вас, да, он бандит, вор там и так далее. Вот. И он еще, а, он русский шпион, я забыл, извиняюсь. Так вот, и поэтому люди голосовать вроде правы, а голосовать за Ликут не могут, потому что посмотрели телевизор, почитали газеты. На последних выборах была партия Кохлоуна, которая была тоже как бы правая, но не такая правая. И она вроде была сама по себе. Люди, которые не хотели Ликут, но не хотели быть за Ликут, голосовали за Кохлоуна. Теперь партия Кохлоуна сливается с Ликутом, потому что Кохлоуна может просто не пройти в следующий раз. Он понимает, что, в общем-то, все колеблется. Он в этот раз случайно прошел четыре мандата, мог получить чуть меньше и пролетел. И вот не будет, по сути дела, никакой правой партии рядом с Ликутом или центристской партии рядом с Ликутом, которая могла бы аккумулировать вот эту вот публику недовольную, нелюбящую Натаниал, потому что ее научили так вот не любить. Более того, лихие правые, все которых, так сказать, Натаниал с трудом усадил вместе перед этими выборами, снова собираются бежать все по раздельно. И у Натаниалу уже просто не остается даже времени, я не говорю уже о силах человеческих, так сказать, снова всех посадить, всем раздать по конфетам, всем, так сказать, а отдельно они побегут, все убьются. То есть правый лагерь потеряет десятки, десяток мандатов просто вот на этой глупости. Вот. И опять же, так сказать, снова Фейглин и Беннет, которые не пришли, снова, так сказать, бьют копытом и рвутся в бой. А левые, наоборот, они, так сказать, понимают, что у них снова возник, им дали шанс победить, возможно. И они объединяются. И очень может быть, что как раз левые сумеют создать блоки эффективные, которые, так сказать, соберут максимально, доведут до минимальных потерь, так сказать, эти электоральные, а правые опять разбегутся и кучи партий пойдут. Вот. И опять же Либерман, который заберет, безусловно, голоса и репатриантов, и вот этих вот самых людей в центре, которые ненавидят религиозных, потому что действительно они даже не вдумываются в ситуацию. Для них то, что произошло, это вот религиозные виноваты, они не хотели принять закон, согласиться на принятие закона, который Либерман продавливал. То, что на самом деле Либерман создавал безумные условия. Сейчас вот мы потихонечку выясняются, как бы люди начинают рассказывать, что было на переговорах. Становится понятно, что изначально Либерман не собирался никакого, никаких договорений подписывать. Он просто каждый раз придумал какие-то новые условия. Но это все понимают и читают те, кто хотят, те, кто интересуются. Для большой массы израильтян, которые, в общем, живут сегодняшними своими делами, не интересуются политикой, и ненавидят ультра-ортодоксов, для них Либерман герой. И поэтому Либерман может забрать немало голосов справа. И в итоге, так сказать, левая коалиция и араб или Либерман вместе, и рассыпанные в пух и прах разбитые правые партии, которые могут вообще наполовину не пройти. И в итоге мы получим совершенно другой КНЕСЭП, другой парламент, другого премьер-министра, другую политику, и все будет другое. Но понятно, что еще три месяца, и для Израиля это огромное время, все, что угодно может случиться. Так сказать, в июле вообще может быть какая-то в августе какая-то военная кампания. Вот. И посмотрим. С одной стороны все очень интересно, с другой стороны все очень трагично и грустно, но нам нужно делать перерыв, я знаю все-таки, давайте сделаем перерыв. Да, давайте. Уважаемые дамы и господа, мы обязательно примем все ваши звонки, просто пару минут терпения, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и примем ваши звонки, Александр ответит на ваши вопросы. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим, и это у нас как раз тот момент, когда мы будем принимать ваши звонки по мере их поступления. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вот такой вопрос. Появилось какое-то очень секретное изобретение из-за Айска под названием хафицит. Если вам что-то об этом известно, могли бы это подробнее рассказать? я слышу. Как называется? Хафицит. Боюсь, что я тоже не понял. Я даже не могу интерпретировать, то есть это какое-то искаженное, возможно, слово на иврите, но я пока даже не... Нет, я не знаю, о чем идет речь, по крайней мере, не понимаю. Ну, давайте примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Слушайте, ну, такую подляну сделать, ну, только Либерман мог сделать. У меня вопрос такой, вы знаете, я вчера ехал, я далеко работаю, ехал, и у меня сателлайт-радио, Сергей знает, что это такое. Я слушал Би-Би-Си, и вдруг Би-Би-Си, то есть, к чему я говорю, что, которая никогда на протяжении сколько существует не относился с симпатией правому лагерю Израиля, вдруг стал петь дифорамбы Либерману, как что-то главный соперник Нетаньяху, соперник Нетаньяху, Либерман, мой скайслон, вы понимаете, то есть, получает комплименты от левых, и в Америке тоже, все радиостанции, что CBS, что NBC, но они просто, потому что их ненависть к Трампу, которого они вместе с Нетаньяху ненавидят, поэтому для них это была радость. И вот я хотел понять его сторону, а если вдруг действительно проиграет Нетаньяху, и левый будет в классе, это будет его достижением, кем он войдет в историю, вы понимаете, и одну вещь я не понимаю, вы знаете, к вам приехало за все это за последние 20-30 лет великолепные эмигранты, Щеранский, Элкин, им можно называть, Иосиф Бегун, бывшие отказники, интеллектуалы, и вот это вот дерьмо становится, чуть ли не хочет возглавить движение всех русских, который хочет быть лицом русской эмиграции в Израиле, это просто не имеет никакого сенсора, никакого понятия, вы понимаете, и как я читаю вашу прессу, тот же Джеруссовый пост, или Арут Шева, они говорят, что в принципе было бы неплохо, чтобы эту партию в принципе вообще ну как, на выборах просто ее, потому что не будет никаких джентльменских соглашений, кстати, джентльменские соглашения, перед выборами он же обещал, что когда будет пресс-правый лагерь выйдет, он войдет в коалицию, то есть, ну просто, вы понимаете, даже обидно за народ, вот, ну а так, огромное спасибо, как вы рассказали все это, ну будем видеть, но и надеяться на хорошее, спасибо большое. Спасибо. Вы правы в том, что действительно многие в шоке, потому что то, что сделал Либерман, называется украсть выборы, он обещал помочь созданию правой коалиции, в итоге он ее провалил, и это действительно ставит вопрос, насколько можно считать его представителем правых сил, скорее всего, таким считать его нельзя, но с другой стороны есть огромное количество людей, которым нравятся именно такие лидеры, как Путин, как Либерман, типа мужики, они такие, вот, то, что их риторика обычно ничем не заканчивается, то, что они демагоги и популисты, это, в общем, публику мало, вот такую публику мало заботит, и более того, есть в Израиле достаточное количество, которые настолько ненавидят Натаньяу, что готовы сейчас действительно увидеть Либермания, такого спасителя от страны, от Натаньяу, действительно, Либерман свалил, свалил сейчас правительство Натаньяу, и левый буквально носит его на руку. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Здравствуйте, это я вам не звание, я так понял, вы не услышали название изобретения, значит, название Хатси Цит, такой автомобиль большой, который камномет или щебенка метает по протестующим палестинкам, вот в этом вопрос, спасибо. Хатси Цит. Окей, значит, насчет щебенки я сильно сомневаюсь, потому что щебенка убивает, а если вы говорите, так сказать, нелетальным оружием, потому что если летальным, так летальным лучше уже стрелять, я могу проверить, какие сегодня инструменты используются для разгона этих самых манифестаций Хамаса, ну, как вы сказали, то, что распыляет какие-то пахучие жидкости или какие-то краски, это все существовало еще 20 лет назад, ничего нового в этом нет, есть то, что называется ЦАК, это направленный луч звуковой, с помощью которых иногда, так сказать, разгоняют толпу, это действительно израильское изобретение, но попробую уточнить и узнать, что вы имели в виду, потому что так я, в принципе, этого слова не узнаю и не знаю, что это будет. Напомню, телефон студии 847-400-5200, Оль, если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Я вот смотрю, что и в самом Ликуде как бы есть некие разброты, шатания, вот скажем, бывший министр Лимор Либнат вообще заявил о том, что Ликуд прекратил свое существование, что Ликуд из партии Жаботинского, скажем, превратился в партию Нетаньяху, то есть не движение, а ушли от движения от Сианистского, а превратилась в партию, такую личную партию Нетаньяху. Ну и еще там пару человек, Дэн Миридор или Бенни Бегин, бывшие тоже. Вы называете действительно, это люди, которым есть за что не любить Нетаньяху. Они были его конкурентами и они были им побеждены. Но теперь вместо того, чтобы признать свое поражение или, как так сказать, некоторые из Ликудников, побежденных, то есть претендовавших на первенство, но побежденных все-таки остались внутри Ликуда. Они ушли из Ликуда и теперь говорят разные гадости о Ликуде и Нетаньяху. На мой взгляд, это демагогия и популизм, это, так сказать, мелкая месть и комплексы людей, умели справиться с тем, что, в общем, политически они неизмеримо слабее Нетаньяла. Нетаньях обыграл их не потому, что он был более ловкий политик, он умнее, он сильнее, он действительно лучше для страны, он лучше для партии Ликуд и лучше для всего государства. А, так сказать, то, что они не сумели быть вторыми, ну, так это их проблемы. И, честно сказать, тот рекорд, который у них был до того, как они оставили политику, не впечатляет совершенно. Поэтому в данном случае я считаю, что это жалобы проигравших, жалобы лузеров, и в них нету большой, большой ни логики, ни не справедливости. Понятно. Давайте тогда примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Добрый день. Александр, скажите, пожалуйста, вы выступаете в Израиле на радио? Вы, ну, я не знаю, вы такой грамотный. Ну, внушить нашей русской публике, русскоговорящей публике, что вот за кого надо? Ведь Натаньяку поднял экономику Израиля, ну, когда весь Запад внизу был. Ну, понятно. Давайте, Александр, расскажите... Пожалуйста, выступайте так тоже. Ну, внушите им как-то, ну, я не знаю. Давайте послушаем, грамотные люди. Давайте послушаем, что скажет нам Александр по поводу выступлений в Израиле. Я стараюсь выступать тогда, когда меня приглашают. К сожалению, в Израиле русскоязычное пространство в значительном мире находится под контролем Викдора Либермана, и это пространство вряд ли будет радо услышать то, что я говорю. Поэтому, скорее всего, вам все-таки лучше продолжать слушать свободное и независимое радио Чикаго. Ну, и читать статьи, которые публикуются в разных журналах, интернет-изданиях на эту тему. Ну, и без меня тоже хватает людей сегодня, которые объясняют обществу Израиля, в чем проблемы партии НДИ, в чем проблемы Викдора Либермана, и почему его претензии к Натаниалу несправедны. У меня есть хорошие знакомые, которые поддерживают партию Либермана и поддерживали, и даже он заявил о том, что на самом деле эта партия скоро себя изживет, ну, в силу демографических, так сказать, демографической составляющей. Не потому что... Ну, и поэтому Либерман пытается как бы поменяться в воздухе, то есть вот он был раньше партией репатриантов, а теперь он больше не хочет быть партией репатриантов, он хочет быть партией борцов с религиозными играми. Понятно. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Раньше я когда-то читал ваши переводы Гея Бихора, которые вы переводили. Что-то в последнее время я найти не могу. Он что, перестал писать или вы перестали его переводить? Спасибо. Не совсем. Он не перестал писать. Дело в том, что Гея Бихор ведет сайт, на котором он регулярно пишет статьи. Но этот сайт как бы для подписчиков. Иногда он эти статьи открывает, и те статьи, которые открыты для общего доступа, я по договоренности с ним перевожу на русский язык. Вот у меня действительно лежит одна статья, которую я хочу перевести на русский язык, Гея Бихора. Но в последнее время он действительно как-то не открывал свои статьи. А если он их не открывает, то я не имею права их переводить, потому что только те, кто подписаны на его сайт, они могут их читать. Так что он не перестал писать. Но будем надеяться, что он откроет в ближайшее время еще статьи, и вы их увидите и прочитаете. Спасибо. Ну и у нас осталось не так много времени. Если будут вопросы или звонки, мы обязательно примем. Вот предстоит такая встреча интересная. Структура нацбезопасности Израиля, США и России. Об этом вы что-то слышали? Можете сказать? Вот это действительно, это очень интересно. Если бы не эти дурацкие выборы, которые навалились нас сейчас, это было бы, возможно, самой главной новостью. Потому что такого действительно в Израиле еще не было. И опять же, это все заслуги премьер-министра Натаньяу. И, конечно же, заслуги вашего президента. Ситуация, при которой в Израиле, в Иерусалиме проходит саммит, а такой саммит будет через месяц. Саммит трех высших представителей фактически служб национальной безопасности израильской. Советник по национальной безопасности Мэр Бен-Шаббат, Патрушев от России и Болтон от США собираются вместе, чтобы обсуждать ситуацию в Сирии, с Ираном, с Ближним Востоком и так далее. То, что Болтон и Патрушев регулярно встречаются на разных уровнях, иногда их помощники, иногда какие-то советники, это понятно. То есть есть Россия, есть США, и они обсуждают большие серьезные проблемы в мире. То, что эта встреча подходит а, в Иерусалиме и б, то, что в ней участвуют представители Израиля, такого не было еще никогда. Потому что, с одной стороны, никогда еще не был, Израиль никогда не был настолько близок фактически. Сегодня это, видимо, единственное государство, премьер-министр которого так вот легко имеет такие тесные и близкие отношения и с президентом США, и с президентом России. И Израиль как бы поднялся благодаря десятилетней политике Натаньяу, экономической, международной и внешнеполитической. Израиль стал фактором в регионе. То есть сегодня все понимают, ну, реальные люди понимают, не бешеные, сумасшедшие, а прагматики понимают, что, если решается проблема на Ближнем Востоке, то ее нужно решать вместе с Израилем, нужно слушать Израиль. Израиль больше не субъект каких-то действий, он один из факторов. И это, конечно, совершенно новая ситуация для нас, израильтян. Мы же страна маленькая, вы привыкли как бы считаться с тем, что как бы хотят сильный мир осего, а тут получается, что его призвали все благие, как собеседника на пир. И это, конечно, абсолютно новая ситуация. Более того, представим себе на минуту, что вместо команды Натаньяу, мэра Беншабата и самого Натаньяу, этим всем будут заниматься люди типа Либермана, Ганса или Лапида. Люди, с которыми ничего не смыслят во внешней политике, которые, в общем, как бы в лучшем случае, они опытные, опытные политики, Либерман, безусловно, очень опытные политики вот таких интриг и подтасовок. Лапид, демагог и радиотелеведущий и Ганс, который был генералом, был начальником израильской армии, но в общем, как бы, ни как начальник израильской армии, ни как политик, которым он стал последние месяцы, он себя ничем хорошим не зарекомендовал, только одни сплошные неудачи и проколы. И вот эта публика придет к людям типа Путина и Трампа. О чем они будут, о чем с ними вообще можно говорить, о чем с ними можно договариваться? И это, конечно, ужасно обидно, что, в общем, общество в Израиле не осознает, по крайней мере, не все общество в Израиле осознает, насколько несопоставимы фигуры Натаньяу и его команды и вот этих вот его карликов и лилипутов, которые пытаются его сейчас сообща свернуть. В свое время еще Джонатан Свифт, по-моему, сказал такую фразу замечательную, что как определить действительно выдающегося человека? Вся посредственность всегда будет объединяться против него. Это вот то, что мы видим сегодня в Израиле. Вся посредственность Израиля объединяется против Натаньяу и его окружения. И это четко как лакмусовые бумажки. И в Америке, кстати, то же самое. Вся посредственность объединяется против Трампа и людей, которые его окружены. Натаньяху, ну и в преддверии предвыборной борьбы, конечно, разные спекуляции, в том числе на тему того, что Натаньяху предъявят обвинение и чуть ли не посадят в тюрьму. Насколько это обосновано, насколько это реально, как вы считаете? Ну, по всем пунктам тех обвинений, которые генеральный прокурор счел разумными. То есть полиция накопала, купала, купала, принесла весь этот город, принесла генпрокурору, он подлистал, сказал, ну это полная ерунда, это чепуха, это, так сказать, он дорогу перешел в неправильном месте. Ну вот здесь, вот мы его должны вот здесь, значит, пусть объясняется, здесь объясняется и здесь объясняется. И вот адвокаты должны объяснять. После этого генеральный прокурор решает начинать суд или нет. После этого идет суд, и адвокаты опять продолжают разъяснять позицию Натаньяла, свидетели, документы, то, сего, пятое, десятое. Потом решение суда. Это все может растянуться на многие годы, вся эта ситуация. Только когда будет решение суда. И представим себе, что это решение суда, например, что Натаньял виновен в том, что он сделал А, Б и С. Вот когда он уже виновен по решению суда, тогда он не может быть больше премьер-министр. До этого времени, как я уже сказал, это может тянуться еще очень долго, он может оставаться премьер-министром. Другое дело, что, конечно, его оппоненты, его враги пытаются раздуть ситуацию, и уже сейчас, они уже сейчас говорят, что он вор, хотя это нарушение безумции невиновности. Они уже сейчас говорят, что он не имеет права, хотя по всем законам Израиля он имеет право. Более того, общество в целом не верит в эти обвинения, потому что эти обвинения были озвучены генеральным прокурором, а общество пошло и проголосовал за Натаньяла, потому что, наверное, сигареты курил. Да бог с ними с этими сигаретами. Ну, выпрашивал у Мельчина ящик сигарет, выпросил. Да бог с ними, с этими сигаретами. Если он поднял экономику Израиля, если он умеет разрулить такие сложные ситуации, если он дружит с двумя лидерами двух государств, России и США, так что нам эти сигары от Артура Мельчина, и что нам какие-то еще глупости, которые нам пытаются тут втравить. Нельзя же сравнивать его и какого-нибудь Пида или Либерман. Но ответ на ваш вопрос, все это может затянуться еще надолго. Все это время по закону Ультаньяла может оставаться премьер-министром, и по закону его не могут лишить этого, если общество будет продолжать его выбирать. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Но будем следить за тем, что происходит, как предвыборная кампания идет и так далее. Вам всего самого наилучшего и до следующей встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok